И вот мы, значит, знаем, что условный месяц нужен на то, чтобы человеку выйти на полное выздоровление и дальше, если он мониторится сам или с врачом и так далее, то есть, допустим, еще один, второй, третий цикл, то есть два-три месяца после он выходит, должен выходить на стопроцентное выздоровление, так? Если все, как мы вот сейчас сказали, то да, но в жизни бывает все очень по-разному, потому что иногда человек не выходит на связь, иногда ему нужно побыть больше в этом состоянии. Да, но мы говорим, я тебя перебиваю, мы говорим, знаешь, о чем? Вот мы сейчас говорим, предполагая, что люди смотрят это в эфире, и мы говорим, что вот вы те, кто хочет, допустим, человек себя исправить, вылечить, восстановить, что у тебя реально есть, где, на чем бы ты ни был, примерно срок месяц, когда ты, если ты собой занимаешься, где ты можешь 100% выздороветь. Мы сейчас не говорим о том, что давай поймаем на улице любого, там, какого-то посадим и будем заставлять его выздоравливать, а именно, что каждый должен понимать, что если ты рассказываешь о том, что у тебя годами чего-то длится, значит, ты веришь в медицину, допустим, да, значит, не с теми врачами сотрудничаешь, либо ты сам отказываешься себя излечивать, допустим, но, значит, вот где-то здесь есть... Есть причина, всегда есть причина, если не быстро, если это затяжной процесс, всегда есть причина, что это... Я тут согласна точно. Да, это не причина, причина не в том, что мое тело не такое здоровое, как у других людей, поэтому оно вот так не хочет слушаться. Причина все-таки в чьей-то голове, да, в голове врача или в голове пациента? Да, ну мы-то знаем, просто нам легко об этом говорить, потому что мы сами этот путь прошли, но у нас это легко. И я вижу, когда человек немножко тормозит, а те, которые проходят, вот, да, то есть у них было что-то там такое тяжелое-тяжелое, они из этого состояния выходят, у них потом все идет вот как по маслу просто. Просто нужно помочь человеку вот пройти вот этот момент, где он сталкивается с тем, что ему же сказали, что он там умирает или там, что это невозможно вылечить, или это навсегда, или это на 10 лет, или там еще что-нибудь. Вот с этим моментом его нужно правильно организовать, и тогда проходит все хорошо. То есть ты хочешь сказать, что причина всех внутренних заболеваний, большинства внутренних заболеваний скрыта в психике, которая разрушительным образом может повлиять на центральную нервную систему, которая дальше бодяжит химию неправильным образом, и тело пошло в разнос. Да, вот, например, да, например, психотропные препараты. У нас в центральной нервной системе есть возбуждающие и тормозящие пути. То есть и вот этот баланс, вот он очень-очень важен, но эти тормозящие и возбуждающие пути регулируют кто? Психика, либо препараты медицинские. Вот, но психика все равно сильнее, даже препараты иногда не работают. Мы же все прекрасно знаем, что эффективность препаратов тоже невелика в психиатрии. Но есть еще люди, которые занимаются психосоматикой. Вот, это как бы может быть и не психиатр, и не психолог. Это врач, который понимает, что психика завязана на соме, на теле. Вот, это как бы уже совсем другое, это не психиатр. Потому что психиатры не будут разбираться, они как бы дают назначать препараты и все. Подожди секундочку, по-моему, в оправе меня психосоматика не является официальным направлением медицины. Не является. Это ты сейчас каких-то колдунов упомянула. Ну, с одной стороны не является, но с другой стороны никто уже это не отрицает. Потому что, если, например, раньше все-таки врачи не смотрели там в сторону, то есть это были анекдоты, все болезни от нервов, то есть это было все. А теперь это не анекдот. Все как бы говорят, что... Ну, хорошо, хорошо, не анекдот. Но, тем не менее, в науке нет такого направления психосоматика? Или в каких-то странах есть, а в каких-то нет? Ну, может, ты, конечно, за всех страны не можешь расписаться? Ну, понимаешь, есть направления и специализации, которые как бы косвенно занимаются психосоматикой. И та же артотерапия, вот, в которую онкопациентам ее внедряют, это все-таки занятие с телом и обработать эмоции как-то через тело, либо через тело пережить эмоции. То есть в любом случае как-то потихоньку... Они просто боятся это уже назвать и как бы, да, психосоматику внедрять, потому что очень сложно ее изучать. Наука – это то, что можно увидеть, пощупать, исследовать и провести статистическую какой-то расчет. А в психосоматике это практически невозможно. Хотя гомеопаты умудрились собрать определенную базу данных и это обработать. Но даже гомеопатию взяли и как бы убрали. Потому что гомеопатия как раз – это препарат, связанный с состоянием, с состоянием психическим. И там как бы они нащупали метод, где можно было бы... Ну, вот просто как метод исследования, да, что можно было бы научную базу под это подписать. Но тут пока нет. Ну, мы имеем дело, опять же, с психосоматикой. Математика – это, в принципе, то же самое, что колдун. То есть, ну, в официальной точке зрения. Ну, или как-то знахарка, да. То есть, тебе не помогает там чего-то, да. Ну, сходи, сходи там есть вот там этот, она там что-то заговор прочитает, всем помогает там между нами, сходи, попробуй. И там послали – помогло. Там чего-то там довольно распространенные штуки. А официально – нет, как бы наука с этим не работает. То есть, получается так, что современная официальная медицина, которую ты представляешь частично, она не имеет стыков между тем, как работает химия тела и как работает психика. В то же время, как медицина, которая, давай так, будущего, в которой, допустим, будет место психосоматики, она уже будет представлять, как этот стык. И без этого стыка, в принципе, невозможны никакие великие достижения. Люди же как думают, что еще чуть-чуть поживем, там наука как разовьется еще больше, и я пойду в магазин и куплю там за 10 баксов, не, ну я как богатый человек куплю за 1000 долларов таблетку синенькую, в ней уже все, значит, собрано, вот это вот все самое главное. Я ее, значит, съел, бац, тело засверкало золотом, заискрилось, значит, все эти, как они, бактерии в ужасе от меня разбежались, да, и я, значит, и все это потому, что медицина будущего вот так вот сможет. А получается, медицина будущего, с твоей точки зрения, должна двигаться к психике, соединять это с телом, и только так. Да, помочь человеку вернуться, грубо говоря, к себе, потому что вот этот процесс, вот то, что ты описал, вот так и есть. Вот все, кто надеется, что вот я иначе сейчас придет, врачи все умные, они дадут таблетку, и все пройдет. Наука, ну, как бы пошла вперед, и, в общем, все можно вылечить. Они вообще не включают, они не подключают себя, то есть, грубо говоря, там, не знаю, компьютер не подключают к розетке, да, то есть нет вот этого вот их какой-то связи с чем-то. Вот это я так сейчас, ну, как бы придумываю. Вот. А когда, а врач и вообще медицина, и вообще все, что идет вперед, а ты должен быть специалист, который, наоборот, как электрик, да, наладит эти контакты и покажет, как бы, показывает экран, если, например, там, ты вот это. Вот это он показывает, если ты вот тут кнопку нажал. Вот это показывает, если эту кнопку нажал. Ну, как бы, такое, то есть должен быть специалист, который делает этот коннект. Это не должен быть Бог, который тебе, за тебя все решает. Он просто тебе помогает. Смотри, то есть, технически мы должны заявить следующее, что современная медицина не права. Обычно же медицина, как бы, обвинение, там, этим всяким знахарям, да, отсылает. Вы там не имеете права лечить, а мы имеем право лечить. Но получается, что современная медицина не права из-за того, что не соединяет все психику с химией. С одной стороны, и не права, и права, и не права. Потому что я же все-таки половину классической медицины своей жизни провела и практики. И я скажу, что есть люди, которых, ну, на это соединение уйдет вся жизнь, да, а им помочь надо вот сейчас. Нет, да, я же не об этом говорю. Я говорю о том, что движение, вот что можно медицину нарезать на куски отдельные, по направлениям, ну, это же так вот выстраивается. И они будут сами по себе вырабатывать какие-то таблетки. Мы все диагнозы перечислим, и под каждый диагноз будем выдавать таблетку, и все будет зашибись. Вот это в чем я говорю, что вот тренды, которые идут, вот, ну, в той, знаешь, с моей точки зрения, это уже не современная медицина, медицина 20 века, да, то есть и пора ее поломать, прийти к медицине, где будет вот состыковка психики наверху, и которая будет согласовывать химию тела. И, соответственно, чем больше это доносится всем людям, я имею в виду потенциальным пациентам, тем меньше у них будет расстояние между выздоровлением, ну, от симптомов до выздоровления. Правильно? Правильно. То есть мы должны поменять медицину. Мы, я имею в виду люди, которые здравомыслящие, вот, ладно, по-другому скажу. Мы должны поменять медицину те, кто хочет, чтобы реально был эффект. И то, что сейчас... Доказательную базу. То есть, чтобы поменять медицину, систему, нужно найти доказательную базу, которая была бы подтверждением того, что все-таки состояние и психика влияют на... Хорошо. Да, доказательную базу. Для доказательной базы нам нужно что? Лабораторные исследования. Лабораторные исследования, которые будут подтверждаться медициной, которая нас развернет и скажет, что мы вам не подтвердим. так выходит, мы не на замкнутом круге находимся. Ну, все можно, конечно, взять и не подтвердить. Все можно. Но есть как бы... Можно делать свое долго и нудно и показать, что есть... Нет, хорошо, давай сначала. Для того, чтобы это сделать, нужно первое. Я имею в виду, чтобы сделать это доказательным. Нужно первое, получается, лабораторные условия. Второе, нужна группа поддержки со стороны практикующих медиков. Причем широкая, как я понимаю. То есть так тысяч, так 20-30 по всему миру. Желаю... Достаточно небольшое количество людей, потому что когда есть сотрудник лаборатории, который делает свою научную работу на основании, скажем, работы в этой лаборатории, то этого уже тоже достаточно. Несколько научных публикаций. Я не понял, а я имею в виду поломать всю медицину нафиг, а не там что-то доказать. Я сразу с размахом, так сказать, на... Смотри, то есть нужно, получается, еще раз, лаборатория, в которой будут что... А, и в которой будут специалисты широкого или разного профиля, психиатры, психонервопатологи, опять же, да, те, кто занимается иммунологией, ну, еще какой-то там... Ну, короче, то есть специалисты с каким-то... Допустим, там 30-40... Не, ну, многовато. Наверное, 5-6, да, видов в направлении, которых представлены, и уже 30-40 сотрудников разного профиля с разным... И они должны работать, по идее, с широким... с широким спектром пациентов, с разными видами заболеваний. То есть это некая такая добровольческая клиника, но в которой именно вот лаборатория, опять же, которая работает с широким спектром с тем, что должна выдать некий результат вот этого большого исследования. И чтобы это... Извини, широкий спектр это потому, что мы работаем с психикой. То есть если мы, например, там были бы какие-нибудь там ревматологи, да, или невропатологи, то это уже не получился бы особый широкий спектр. И пришлось бы, опять же, ну, делать все как всегда. А если мы подключаем все-таки психику, да, психосоматику, либо там что-то, тогда мы берем вот это направление. И уже его создаем научную базу под это направление. Ты идешь... Я понимаю, о чем ты... Ты идешь академическим путем, что одну статью там опубликовал, вторую... Это накопить статейную базу, потом о них объединить в некую такую научную работу, потом это назвать исследованием, выдать, и через там 20 лет чего-то там может быть. Я говорю о чем? О том, что... Я знаю, что такое клиническое исследование. Клиническое исследование это и есть диагностированное заболевание, количество пациентов и подтвержденное эффект. Ну, то есть... И клиника. То есть в рамках клиники идет наблюдение, подтвержденное, что это... То есть... Соответственно, я не говорю с более широкой точки зрения, что, к примеру, некая... Не просто, значит, я лаборатория, некий центр, который взялся доказать, что вот так это все работает. Целенаправленно. То есть психики с телом, да. Да. И в этом центре, под этот центр, под его поддержку подписались разные практикующие врачи с разных стран, там, не знаю, направлений. Что уже сами врачи подписываются, а не там научный журнал. И, соответственно, если идет широкий спектр наблюдений за пациентами, то есть когда есть диагноз, подтвержденный со стороны извне, и пациент берет на себя я готов вот здесь вот лечиться. То есть везде прошли процедуру как раз по научной точке зрения. И таким образом набрали, некий этот центр набрал историю такую серьезную, я имею в виду вот этих там, не знаю, год, два, три, пять работы с разными типами пациентов, и набрал разную статистику. И уже как работу этого центра, которая мониторилась всегда врачами из клиник, которые направляли туда пациентов, это уже подтвержденный такой элемент. Я к чему это все говорю? Что ее уже нельзя переплюнуть, знаешь, отказаться. Отказались публиковать научную статью, знаешь, там, нет, не откажешься, потому что мы уже в этом процессе вовлекли, там, допустим, не знаю, там, несколько тысяч или десятков тысяч людей. И тогда можно поломать медицину, правильно? Как ты думаешь? Ну, круто, видишь, ты шире, масштабнее придумал. Ну, я же, да, ну, я же, смотри, вот, к примеру, смотри, вот, если посмотреть еще, да, вот, с этой точки зрения, Стив Джобс. Его оперировали, оперировали, да не выперировали, да? Мужик после смерти получил, то есть, он, как бы, коньки отбросил, и у него там самый богатый человек в мире оказался в этот момент, когда он умирал. Казалось бы, да, поучаствую в таком процессе. А, кстати, этот, Билл Гейс, да, которого все боятся, что он всем этот, человечеством там, уколы им делать не те. Тоже мужик говорит, надо выбросить там 200 миллиардов или сколько там, 20 миллиардов там на инъекции. Потому что человеку внушили, да, что вот уколом все решается. Он же именно вот так вот думает. Я к чему, что если бы даже два-три вот таких вот человека сидели бы сейчас здесь живыми, и нас бы гипотетически послушали, и мы бы их уговорили вот такой вот, даже не то, что проспонсируя, да, а серьезно этим заниматься. Да. Вот. И тогда, то есть направление, понятно, что с этим делать понятно, вперед, ребята, действуйте. Ну и, да, понятно, что ты могла бы это все возглавить и этим двигать. я не от медицины, я руки, так сказать, утер, потому что мое знание распространяется от того, что все из сознания происходит. Захотели узнать, как это дальше, глубже, welcome, в следующий раз поговорим, как психика с сознанием связана. Ну, то есть, гипотетически человечество могло бы лишиться, да, лишиться там сотни заболеваний, избавиться от онкологии, перестать там там миллиардеры перестали бы умирать, как они сейчас умирают, непонятно от чего. Гипотетически мы опять же говорим, да. И, в принципе, в принципе, это можно было бы сделать, что самое интересное. Это же не то же самое, что мы сейчас обсуждаем, давай построим ракету на Плутон, слетаем на Плутон, привезем оттуда какое-то там экзотическое растение, вдруг оно там есть. То есть, выглядит все вполне вменяемо. Вполне. Я когда-то, у меня была даже идея придумать изначально лабораторию, чтобы ни этих сложностей не было, потому что могут много чего не пропускать, есть как бы нюансы с лабораториями. А вот, а просто как бы создать какой-то центр по изучению вот таких, скажем, исключительных случаев, да, например, сказали, через три месяца умрет, а живет 33 года. Вот. Или там сказали, что будет так, а вот случилось не так. Ну, понятно, что иногда есть и медицинская ошибка, она достаточно частая, но если это не медицинская ошибка, а действительно был, допустим, доказанный клинический диагноз, и у человека все пошло не так, и вот просто как бы собрать там психологов, невропатологов, там еще иммунологов для того, чтобы, значит, хотя бы как-то начать вот изучать вот эти вот процессы. Физиологов, потому что вот физиологи, иммунологи, это те люди, которые, которым чуть-чуть не хватает как бы психологии, психиатрии, знания о психике. Просто я когда говорю за психику, я туда вписываю и сознание, но в медицине сказать сознание, это вообще... Понятно, нет, но это колдовство, понятно, да. Да, поэтому я не могу, я даже эту терминологию не использую в работе. Поэтому, конечно же, все туда, и физиологи, например, грамотные, я была на катетре физиологии аспирантом одно время, и я видела, я прямо в восторге от физиологов, потому что, ну, вся физиология, грубо говоря, это полное знание о человеке, все, включая психику, эмоции, все, как это связано, все, как это происходит. Но физиолог, это не доктор, его как бы не впускают в темы, значит, в работу с пациентом, но их можно взять в лабораторию для того, чтобы с ними, допустим, делать какие-то и проводить исследования и расширять. Сейчас мы с тобой говорим, знаешь, как информационно создаем повод для того, чтобы это кто-то захотел организовать, кто-то захотел присоединиться к организации, кто-то захотел изменить там структуру и так далее, и в конце концов мы сейчас поговорим, потом окажется, что уже кто-то это и делает. Я уверена, что делает. Да, начинается с маленьких. Да, возможно, наш разговор просто подводит все к тому, что ты найдешь уже те, кто это делает и присоединишься к уже готовой группе и мы просто, так сказать, озвучили вслух то, что всем понятно той группе людей. То есть, пути много, но мы понимаем, что все равно человечество только к этому идет. Что многие люди, которые хотели бы что-то сделать для своего выживания, выживания своих детей, могли бы обратить внимание на то, что есть вменяемый путь, как это делается с точки зрения исследования, а не с точки зрения пойдем по пляжам у шамана, а вдруг поможет. Кажется, есть я имею в виду логичный выход на новый уровень именно медицины. Не на отрицание, давайте похороним эту медицину, а на объединение того, что уже известно, в нечто нового уровня. И да, это будет медицина, но она будет нового уровня и построена по другим принципам. Да, к сожалению, просто еще я уж не против традиционной медицины, и это было бы не в разрез. Но в традиционной медицине есть такое, что это специально, грубо говоря, осмеивается и не внедряется дальше, то есть закрываются эти темы. Потому что, например, вот это очень легко объяснить. Студент, который учится на первом курсе университета, он приблизительно знает, где он будет работать. То есть он знает место. Ну, у нас это место может быть даже заранее договорено и проплачено. Он знает, что он на этом месте будет работать и как он сможет на этом зарабатывать. В Европе точно такая же структура. То есть от первого курса, то есть это все ясно. И как только получается, я не смогла лабораторию сделать, потому что это разнобой в системе. То есть тогда непонятно, как эта система будет питаться, то есть как дополнительный орган в организме. И все боятся как бы вообще туда смотреть. Настолько боятся, что начинают эту систему, что вообще это психосоматик, то, что психику можно связывать с телом, просто отрицать, потому что это страшно из-за того, что меняет всю эту стабильную структуру, которая им понятна. Слушай, а ты только что описала бизнес как медицину, как бизнес, правильно? Ну да, наверное. Ну, бизнес, но это государственный бизнес. Ну, это бизнес. Бизнес, потому что это как заработать денег участникам бизнеса. А наверхушки его эти все министры, там академики, они же тоже для них это как заработать денег, будучи там вот на ну, у них там свои там темы фармацевтика и прочее. И прочие гранты на исследование их там интересных идей, как там. То есть, ну, смотри, дело в том, что с точки зрения бизнеса любой бизнес рано или поздно съедается новым поколением, которое на голову выше. Тот же Стив Джобс, он же тоже бизнес рядом другие делали компьютеры, и вот он подошел по-своему. Apple поглотил и создал новую ветвь. Кстати, вполне возможно в будущем будет, да, старая проверенная медицина, дайте мне таблетку, ничего знать не хочу. И новая продвинутая медицина, я хочу быть здоровым, давайте сотрудничать. и они могут решение всех вопросов. Могут быть параллельно некоторое время, пока те, которые с таблетками сами себя не съедят, в общем, потому что все равно им деваться некуда, рано или поздно это все туда свернется. Но, опять же, даже специалисты, которые сейчас, не даже, наоборот, в новый бизнес медицину, медицина, которая реально должна лечить, я имею в виду нереально, а в смысле комплекса, будет так более корректно, то есть гипотетически туда по-любому заходят люди, которые получили то же самое академическое образование, трезво мыслят, они не размахивают руками, то есть у меня есть гениальная идея, не знаю, как ее сделать, а четко, последовательно, ну, то есть я имею в виду школа современной науки просто созрела, возможно, для нового вида применения этих знаний. Я думаю, она уже давно созрела, просто вот эти два лагеря, которые ты описал, они уже давно существуют, есть те, которые хотят и даже небольшое, правда, количество традиционных терапевтов, врачей, они находятся даже в том лагере. Плохо только, что эти два лагеря между собой конфликтуют, хотя на самом деле есть пациенты и для этого лагеря, и для этого лагеря. Только только выздоровят, только полностью выздоровят только в одном месте, а в другом они будут кочевать из кабинета в кабинет годами. Но надо не забывать, что есть еще третьи пациенты, которые сомневающиеся вечно, естественно, у них нет достаточно знаний и базы, и они не понимают, куда им. И когда вот этот лагерь сильнее, потому что он подкрепленный как бы главной артерией, да, вот самый главный религиозный, то есть там накачанный такой эгрегор и много там энергии, ему говорят, нет, это просто шарлатаны, то есть сюда не ходи, ты там умрешь. Конечно, тогда этот человек, который немножко сомневался, он пойдет туда, где ему дают как бы гарантированную печать на бумаге, что там правильно, но кроме того, этой печати, что правильно, там же никакой гарантии, другой нет. Нет.